Это кисть, прежде всего, в жиробесе. На самом деле есть рябка, есть палец, есть мастихин. И в отличие от кисти, где будет разница между нами и опытным художником, колоссальная. Ну потому что тот учился кистью. Кисть это как карандаш. То есть феномен. Кисть это феномен карандаша. И если мы решаем задачу карандашом или кистью, как правило, дистанция между опытным, который делал это уже 8-12 лет, и нами будет невероятная. Если мы берем другие материалы, он в них не натренировался. Другие материалы, такие как тряпка, мастихин и палец, рука. Пальцы, кисть руки. Здесь мы способны на жест, так же, как и он, опытный художник. Просто способны на жест. А современная живота, то есть, она вообще, в принципе, взыскивает с художника не умение рисовать, вы знаете, вы видите. А умение сделать поступок на холсте, там, или еще каким-то образом. Проявить вкус, проявить жест, эмоцию какую-то выразить. И это дает нам шансы моментально проскочить вот эту академическую массу знаний, которые желательно иметь. Поэтому, я к тому, что можно использовать другие технические приемы на первом этапе. Ну, кисть будет долгое время не слушаться сейчас. Кисть руки и кисть в руке. А другие инструменты, они как раз дают возможность технически интересно решать, то есть, вот так сказать, эмоционально решать. То есть, то, что сейчас модно в живописи. И быстро-быстро достичь результатов. Просто понимая, что свет, тень, то есть, вот эти вот вещи для себя определяют. Ну, и сама даже технология. Сейчас я все это буду показывать, поэтому это не будет так вот голословно, потому что пока это только возле. Поэтому я призываю вот новичка, я так понимаю, что передо мной новички, призываю новичка встать на путь хитрости. То есть, обыграть свою неопытность, прийти сначала к результату, сначала уметь, а потом подбирать знания. Сначала уметь создать целую картину, умение, технологическое знание и умение написать, подать картину. Подать. И для этого, вот в данном случае, конечно, мои уроки просто безупречны. Мы сначала, в самых первых уроках, мы делаем готовую вещь. Мы часто, у нас много во время урока, мы видим, как другие картины делаются. И, конечно, можно шпиговаться знаниями в процессе. Конечно, я проговариваю какие-то основополагающие вещи. Ну, скажем, вот я вижу у вас некоторые в тетрадке. Скажем, в тетрадку можно записать, ну, буквально на страницу всех серьезных знаний о живописи. То есть, знания в живописи, их нет. Ну, на страничку. Как декреты этих самых большевиков. Не то, что льют воду, а льют страшную воду. Я когда просматриваю иногда вот эти пучебные пособия, ну, я понимаю, что просто становится страшным. И это ни к чему совершенно. Вся теория живописи в основном сводится к практике живописи. Как подойти, как решить. А теории там на страничку. Понятно, что свет кинет. Ну, опять же, ну и что, что свет кинет. Ну, вот, например, в тетрадку можно было бы написать. Прямо, чтобы зарубить себе на носу, сделать такую серьезную пометку. Теневые не любят много краски, а световые любят краску. Это очень важное знание, которое все время выпадает из виду. Если вы придете в музей и начнете просматривать, насколько это так, вы так и увидите, что теневые прозрачные акварельные, а световые густые. Вот это вот очень важное знание. Оно должно быть красным выделено в любом учебнике. Но оно не выделено. Его даже вообще нет. Идет вопрос о свете и тене. Ну, конечно, важно. Ну, мы же в принципе. Это же свет и тень, штука-то очевидная, правда? То есть не надо уговаривать человека, что это тень, а это свет. А вот настоять, чтобы он на световую положил гуще краску, а на теневую сохранил акварельность, так сказать, малость фактуры вот этого. Ну, и так, в процессе, пока мы сейчас будем калякать, вы тоже увидите какие-то моменты, которые, может быть, стоит записать. Так, и начнем мы... Сейчас я выдаду краски. Значит, у нас еще какая проблема? Постоянно. Как смешивать краски? Ну, прям, действительно, ну, как смешивать краски? Так, я вам скажу, чтобы вопрос этот отпал довольно быстро, нужно взять скупую палитру. Скупая палитра проповедана гениальными мастерами прошлого, своим уже развитым ученикам, то есть минимум красок в палитре. Ну, вот у меня есть знакомые художники, которые, видя мой опыт, тоже увлекаются этим к этой идее, и потом, выходя, после уроков своих, которые там нечаянно кому-то умудрились сделать, они говорят, слушай, ну, почему от тебя уходят счастливыми, а от меня несчастными? Я ему говорю, ты что на палитру будешь? Он говорит, ну, как, все, выберем. Я говорю, охра была? Да. А это было? Я говорю, ну, зачем человеку знать, что такое охра, когда он еще не знает даже, что такое желтый? То есть охра, это, ну, желтова, да? Вот, так вот, это путает совершенно. Когда вы видите вот этот весь спектр, совершенно можно запутаться. Когда для неба можно выбрать чуть ли не 15 цветов из той палитры, которая продается, а какой зелень, а зелень какую брать? Из зеленых штук 15 вариантов. И их что ли 15 купить? И этот темненький, значит, я возьму из этого тюбика. Это сумасшедший дом. Взять нужно 4 краски, причем интенсивные. Вот, допустим, есть разные фирмы, и у разных есть степень интенсивности красок. Есть, вот как клей ПВА, выдавливаешь белый, высох, прозрачный. К сожалению, много красок выпускается, вот таких, слюнявых. Вот это не слюнявые краски. Это очень хорошие краски, мастер-класс. Иногда кажется, я пока учусь, я куплю что-нибудь подешевле, получу, и, конечно же, сразу сталкивается с тем, что, ну, никак невозможно, почему у него получается, вот я вижу, вот там азот. А у меня это же не идет. Да потому что ты взял маку, а хочешь сделать, как будто это у тебя краска. Вот, а краски выпускают, ну, так сказать, народные краски. Для детей, в школы, чтобы поменьше родители тратили, что. Тебе нужна желтенькая одна. Он берет, смешивает эту желтую с голубой, а она зеленым таки не становится. И вот он, или зеленый становится такого цвета, что больше ничего невозможно сделать с этим зеленым, только вот. Дело в том, что зеленый имеет разные оттенки, да. И вот та каша, которая может получиться с плохой краской, чем не снабдишь эту кашу еще, она уже становится грязью просто. Поэтому есть фирмы, которые стоит покупать и стоит ими пользоваться, потому что не будет грязной живописи, невкусной живописи, невкусных цветовых заморочек. И есть цвета, которые, есть фирмы, с которыми не надо связываться. Надо связываться обязательно с мастер-классом. Есть фирмы, которые тоже выпускают близкие к мастер-классу и берут там же пигменты, эти красочки. И цветов у нас всего будет. Ну, цветных цветов берем был еще. То есть пятый берем. Краплак розовый прочный. Обязательно. Краплак розовый прочный. Это интенсивный розовый цвет. Мощный интенсивный розовый цвет. Голубая ФЦ. Художники часто презирают. Очень сильно. А? Очень сильно. Презирают. Да, говорят, немножко берите. Нет, ну немножко само собой. Просто часто презирают, что это. Очень ярко говорят, что все. Голубая ФЦ. Просто художники, они имеют уже потом возможность. Они знают, на что они идут. Когда они берут красивенький цвет, они сгармонизировать картину могут и разноцветиться. А нам это будет еще годик совсем недостучно. Нам нужно научиться сгармонизировать в цвете картину. Если у нас будет голубой и в разбиле в небе, и в зеленом в качестве голубой желтый, и в фиолетовом голубой розовый, то у нас будет сгармонизировано, будет единая, ну как бы, каркас голубого будет один и тот же. И, соответственно, мы легко ориентируемся в цвете. Хочу раз, голубая. Голубая ФЦ. Кадми желтый светлый. Тоже это все мастер-класс. Кадми желтый светлый. Не темный, не средний, а именно кадми желтый светлый. Из кадми желтого светлого, чуть-чуть добавили розовизны, стал кадми желтый средний. А вот из среднего сделать светлый уже нельзя. Марс коричневый, темный, прозрачный. Коричневый, как и всего остального, круг-труги. Марс коричневый, темный, прозрачный. Ну, я влюблен в эту краску. Опять же, художники для себя выбирают разные коричневые. Кто влюбился в эту краску? Но опять же, когда они уже умеют гармонизировать и без технологических цепочек, они просто уже заранее знают, где сколько должно быть какого цвета, чтобы все было сгармонизировано. Они могут использовать по 5, по 10 коричневых для оттенков, для оттенков. Конечно, в разбеле. Конечно, все коричневые проверяются разбелом. Ну, или жидкой заливочкой. То есть, они в этих жидких заливочках и в разбелах все разные. Ну, вот морс коричневый, темный, прозрачный, это обязательно. Ну, для нас это точно обязательно. Можно себя снабдить, ну, как неким вспомогательным цветом, ультрамарин. Ультрамарин цвет. То есть, не иметь его в виду, как гвардию, а просто иметь его в виду. Потому что иногда голубая, она слишком голубая. И синюшный цвет, вот синька цвета, из голубой можно добиться плюс, допустим, розовый. Ну, но это будет уже в пользу феолитовизны. А иногда такой откровенный ультрамарин, особенно в тенях, в солнечную погоду. И вместо, так сказать, голубой ТЦ можно задействовать ультрамарин. Но, опять же, лучше сначала взять и без него обойтись, чтобы все-таки к даре дисциплине себя приучить. С белилами немножко полегче. Практически все фирмы, которые выпускают титановые белилы, это, ну, они хорошие. Есть более клейкие, более сопливенькие, опять же. Конечно, хорошо бы, чтобы консистенция белил радовала вас в вашей работе. Именно консистенция, вот плотность красочки. Есть иногда недостаточно белые. То есть, вот она выдает белые, а когда кладешь меньшим слоем, она не вполне белая. Есть даже сероватые какие-то по... Белила титановые обязательно. Значит, цинковые для вас тоже не белила. Цинковые белила хороши, допустим, для академической живописи, а-ля, допустим, голландский натюрморт и вообще, вот, академической живописи, а-ля старинка. Для живописи эмоциональной, которую мы с вами исповедуем, нужны титановые белила, которые внятно белые. Потому что вы будете смешивать, а оно все не такое и не такое. А, ну, в качестве белила, да, вы можете любую фирму использовать, но... Ну, вот рекомендую, например. Например. А что это за фирма? Да, есть. Что там? Вазбук. Ага. А, нельзя. Ну, гаммовские белила фирмы Гамма. Нельзя их. Вот, гаммовские белила, на мой взгляд, самые классные. Поэтому, если вы начально наткнетесь, купите себе запас. У них консистенция, ну, просто идеальная. Белость... Самая белая. Вот из всех. Вот. И когда мы с вами, имея на палитре всего пять цветов, ну, четыре, потому что белый нельзя рассматривать серьезно, он как вспомогательный. То есть, всякого рода разбил. Когда мы имеем на палитре так мало, то, конечно же, мы очень быстро осваиваемся, что я получаю от смеси голубого с желтым. Что я получаю, если я голубому и желтому добавлю белил. То в пользу голубого, то в пользу желтого, то в пользу белил и в пользу голубого, то в пользу желтого и в пользу белил. То есть, вот эти вот... Причем, интересный момент, некоторые художники даже делают себе такие карты... А можно палитру на пол поставить? Сейчас, 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 я понадавлюсь его. Размешает цвет. Ага, все, выглядел, да? Иногда человек задувает, что нужно смешать, и можно создать себе карты... Сейчас, я наберу... А цвета размещаются в любом порядке, или там на белом... Нет, ну, можно, можно соблюсти некий порядок. Можно соблюсти. А какой порядок вообще? Ну, честно говоря, не принципиально. Можно порядок, ну, вот я, видите, отдельно немножко отбросил белила, потому что пачкотливая история. Если будет рядом, то будет много подмешиваться голубого к нему. Ну, в общем-то, из-за этой жалкой кучки даже смешно устраивать серьезный порядок. Ну, просто не дать их как-то так. Все, все, все. Там еще все. А, все там. Да. Значит, у нас еще есть проблема разбавителей. Часто мы покупаем тройник. Там у нас, ну, в магазинах часто покупают. Человек, когда приходит в магазин, мы прошу, что мне купить в качестве разбавляющего? Ему говорят, купите тройник. В тройнике разбавитель. То есть, либо это будет скепидар очищенный, либо white spirit очищенный. И он такой водянистый. Даже как бы немножко как водочка. То есть, такой вот в смысле растворения. Но это разбавитель, не растворитель. То есть, это просто разбавляющее вещество. А есть тройник, который продается. И часто его предлагают новичку, а он немножко вязкий, потому что в нем и масло, и сикатив, и вещество масла. Сикативы делают этого немножко вязким. Чего нам для первых этапов, особенно для первого слоя, не очень удобно. Поэтому тройник, он вообще как бы классичен. Его можно использовать и на первом, и на втором, и на третьем, и на десятом сеансе. Но мы больше обращены к тому, чтобы за один сеанс выстреливать картину. Потому что, как только начинается второй сеанс, начинается сознание само, начинает по этой сухости вырисовываться. Она невольно это делает. И как только мы начали вырисовывать, началась каторга. Ну и, соответственно, мы не знаем, куда двигаться. Мы до какого-то момента довырисовывали, картина рассыпалась. Она перестала иметь эту цельность, и мы поняли, что мы бездали, мы не умеем, мы чего-то не знаем. чего знают. А у разбавителей лучше? Поэтому для нас в основном разбавителей. Но если мы берем какую-то вещь, которую потом следует выписывать, то, конечно, такого рода вещи, во-первых, желательно в первое время просто не брать. Не надо себе портить настроение. А во-вторых, если мы уже берем такую вещь, то второй, и третий, и четвертый сеансы мы должны четко представлять, что именно мы будем дописывать. не переписывать картину, на что всегда рука настраивается. Все время хочется и здесь переписать, и здесь мы обязательно рассыпем картину. Вот как ни странно, вот этот первый этап, вот этот первый закваска картин, закваска холста и первые шаги в картины, они очень легко, там краска живая, поэтому все взаимосвязано, все перетекает в одно в другое, все сгармонизировано. Но когда мы начинаем вырисовывать, то... Поэтому и задачи надо брать, которые можно выстрелить с одного раза. Я прежде чем покурить, сейчас я начну, покажу, а потом каждый из вас, пока я буду там курить, каждый из вас может попробовать, что оно такое. А палитру покажи с мишеном. А, да, да, я еще хотел один вещь сказать. Один умный вещь. Только если можно на холст, чтобы было все. Да, да, конечно. Некоторые художники, и не только их, а уж по данным новичкам, стоит сделать... Ну, художник, конечно, не делает себе из этих красочек поминки, он уже помнит их давно. Он часто берет 10 коричневых, выставляет вот сюда, допустим. и степень разбела. Степень разбела. Разбеливает, все белее, белее, белее. И смотрит на оттенки. И вот если ему, допустим, какой-то нужен оттеночек, или, допустим, голубые, у него расставлены голубые, и он смотрит. Этот разбили, этот разбили, этот разбили. Стоит. Особенно вот с этой компанией из нескольких красок. Значит, мы, допустим, берем разборитель. Немножечко. То есть здесь мы кисточку не моем, не промокаем. Просто берем жидкость для разжижения. И вот, допустим, мы создадим себе некую карту. Вот голубой, без разбила, да? то есть мы видим его без разбила, мы можем, так сказать, ориентироваться, что будет, если он будет тонким слоем на холсте, да? Очень хорошо видно, что будет, если он будет тонким слоем на холсте. Вот он же в разбиле. можно еще один усиление разбила совершить и посмотреть. То есть мы ориентируемся, что мы имеем от разбила. Вот, допустим, по соседству я пальцем, чтобы кисть уже испачкалась. вот у нас желтый. А вот, допустим, желтый в разбиле. А карта будет состоять, ну, желтый в разбиле это, конечно, неинтересно, ну, и, собственно, и голубой в разбиле тоже достаточно интересный. А интересно в карте как они между собой звучат. Вот, допустим, можно сделать карту зеленых цветов. Можно желтый поместить сюда и начать и даже прибавить этому сейчас коричневый. Сейчас вы увидите. Прибавить коричневый. И вот, допустим, смешание одного цвета с другим, причем по мере разбиливания, то есть мы же можем разбилить это дело. То есть, допустим, мы смешали голубой и желтый. Получили тупо зеленый. А вот в пользу голубого. В пользу голубого. Другой оттеночек, да? А вот в пользу желтого. Еще оттеночек. А вот еще сильнее в пользу голубого. И, может быть, в пользу разбила. Это тоже зеленость, потому что листья часто отражают небо под каким-то уклонам. Ну, как зеленость. Вот. И вот такие есть оттеночки. Часто и в тени, и прочее. То же самое разбил в пользу желтого. Вот мы видим некую карту. Теперь у нас, допустим, есть коричневый. Что будет, если вот к этому добавить коричневый? Или, допустим, с синим коричневым. То есть разбросать их как-то разумно на холстке. Я думаю, вы согласитесь, что в тени, в солнечный день, в тени. Такая чернявая тень, да, в солнечный день у зелени. То есть нарядный желтоватый цвет на зелени. А тени такие аж чернявые. Ну, вот, например. Это зеленый в тени. Плюс к нему же желтота. еще какой-то вариант. Ну, вот наши оттеночки. Мы можем просто сделать себе карту. И даже иногда просто на досуге посматривая. Точно. Или с картинкой какой-нибудь. Вот. И, так сказать, просмотреть, что и как звучит. Ну, и плюс, конечно, белило. Посмотреть, как это в разбилах. И вот сделать себе ну, примерно какую-то логическую взаимосвязь из этого сделать так, чтобы было понятно. Голубой, желтый. Вот они где-нибудь здесь по этой траектории, допустим, разместятся. Голубые, белые, разместятся. Желтые, коричневые. Это, вот, кстати, об охре. Есть понятие охра. Вот мы берем разбил коричневого. а вот добавляем к нему желтый. Мы получили, практически получили охристый цвет. Мы можем добавить к этому чуть-чуть красноты и уже золотистая охра. Можем добавить белил, еще какой-то вариант охры. А можно взять чистую охру, которая ни о чем нам не скажет и ничем нам не поможет. Но когда у нас всего пять цветов, четыре практически, белил и не все, то, конечно, мы очень быстро запомним эту молитву Отче Нашу. Мы будем ее знать как Отче Нашу. Быстро, 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 потому что десять раз смешаем, и они будут как родные, вот эти красные. А если мы будем прибавлять новые и новые, то, конечно, мы забудем как звучат те или иные. Ну, допустим, о розовом тоже немножко высказать. Розовый у вот этот краблак розовый прочный у мастер-класса фирмы самый приятный по по цвету в разбиле. Ну, видите, кисть уже немножко припачкалась. Вполне симпатичный в живом состоянии. И все это можно прекрасно мешать. Вот, допустим, красный и желтый и более алый цвет возник. Более алый цвет. Да? Ну, тоже и красный подмешать. Можно сделать отдельную карту, ну, прямо несколько карт себе составить таких. Отдельную карту зеленых, отдельную карту, причем зеленых обязательно коричневый участвует, потому что он подмешиваясь дает разного рода усложнения. Вот, допустим, с коричневизнами зеленца тоже имеет, мы часто видим деревья вот такого цвета, вот, особенно сейчас. Вот, сделать карту зеленых из этих троих, плюс белила, сделать карту рыжих, желтого, розового и, может быть, плюс коричневый. То есть, вот, просто сделать себе эти карты и так периодически на них поглядывать. И если мы забыли, что из чего получается, откровенно, забываю. До смешного сидел, вот, девочка училась, и вдруг спрашивает меня, слушай, а как феолит твой получить? Я говорю, давай сама, вспоминай. Ну, действительно, она посмотрела, проследовала кисточкой. Ну, розовый, синий, ну, то есть, есть вещи, которые просто иногда забываются. Ну, в общем-то, когда мы часто пишем, ну, она там не часто, 5-5 раз, 2 недели, поэтому, действительно, забывала. Вот, это, по поводу палитры, то есть, скупая палитра, это, прямо, запомните, записать, скупая палитра, и держаться ее железно. прямо код, даже себе ничего не позволяет, никаких изысков. На моих руках можно поменялось, изыск, потому что я знаю, а вы уже под моим постом как бы увидите, как это поучаствовало. Ну, в домашней работе надо прямо выручить эти красочки. Вот. Палитра сама, вы видите, на холстике, да? Ну, красиво же, когда круглая палитра, правда? Да и такая, опрятненькая, аккуратненькая, поэтому, вроде как, не очень опрятненькая. Но только, эта палитра всем хороша, а та не всем. Я думаю, все из вас, что, вот этим инструментиком, мастихином, пользовался по деревяшечке этой палитры, заметили, что она, как-то вот, сопротивляется замесу деревянных. По такой поверхности она сопротивляется. Вот трудно вот на этом, потому что палитра не сразу, не долго сохранит свой глянцевый, а и на глянцевом еще отродни. А здесь холстяга перед нами прогибается, и мы моментально делаем внятный замес. То есть, холст полностью послушен. Поэтому палитру лучше сделать из какого-нибудь холстика. А зернистость какая? Все равно. Главное ее превратить в грязное. То есть, не на белой палитре, а в такую грязцу превратить, затереть, там, все виды красок. Просто сделать такую вот. и можно тряпкой растереть. Высохла, все, у вас хорошая палитра. И после, в конце, после урока, после каждого вашего, это сеанс, как вы написали, вы красочки вот эти пособирали из палитры. Вот эти вот красочки пособирали, сдали с тряпочкой у себя и выкинули. А центральное вот это место затерли тряпкой и у вас петлячок для работы есть, а эти красочки они сохнут не быстро, поэтому они у нас по краю остались и очень хорошо и пусть живут. Ну, периодически они уже тоже приходят в грязное состояние, поэтому иногда и их сбриваем, особенно если они уже готовы затвердеть и высохнуть, чтобы палитра не превратилась в кучегурой краски. Хотя превращается и в кучегурой, ничего, работает. Ну, художественно, ленинки иногда убирать. Значит, вы поняли, да? Центр разгребли в конце своего сеансика, тряпочкой затерли и вот этот грязь царь, которая образовалась от затирания, вас устраивает. Тряпки постоянно новые надо использовать. Я покупаю рулоны тряпки. Прям на складе беру. Потому что бумажки или какие-то еще... Тут надо много. А еще один номер по поводу зерна хотела это... Да, зернистость холста. Средняя зернистость холста. Склоняется больше к мелкой зернистости, но не мелкой зернистости. Я купила мелкую и у меня скользила как по полиэтилену. Как по полиэтилену. Не послушала. То есть есть задачи, которые можно и нужно выполнять, особенно академического толка. Когда мы собираемся послойное письмо новосеансовое делать, там да, там это чтобы лицо было не... не зерно было видно на лице, а мазочечек, укладка по форме. А да. Это мелкая зернистость. Да, ну не связывайтесь пока. Вот просто на год. У вас за год расширится кругозор, вы ко многому присмотритесь, но тогда вы уже сможете себе позволить какие-то необычные красочки, ну или обычные, но просто разноцветительные краски, и сможете подбирать другие холсты под новые задачи и прочее, прочее. И по поводу холстов еще один момент. И вот лично у меня, так вот бог дал, я со многими работал, но вот сейчас у меня есть поставщик, который поставляет мне холст итальянский. Но слово итальянский в данном случае ничего, потому что такие же китайцы делают везде. Но этот холст делает завод четверхэтажный, который этим холстом занимается уже много лет. Четырехэтажный завод, который производит одни только холсты. И соответственно качество покрытия просто идеальное. У него есть разные холсты. И мелкие, и крупнозернистые, и на хэбэшной ткани, и на льяной. Кому как угодно все это. Рекомендую холсты покупать у меня. есть особенно, если мы решаем задачи а-ля мои, которые я вам навязываю, задачи, вам желательно покупать. То есть они у меня по цене салонных, такие как салоны, поэтому, но качество идеальное. Потому что часто люди покупают холст, потом говорят, слушай, а почему я делала? Я говорю, ты холст у меня делал? Нет, я там купила. А он, допустим, и жидкость, которую мы налили, допустим, разборитель, и саму маслянистость из краски сразу взял и впитал. И стала очень терпко работать. Она говорит, а почему? Я говорю, ну, потому что недостаточно там, может быть, желатина положили, еще чего-то, прослойка не состоялась. Грунт впитал в себя вот это маслянистое и стало очень вязко, как на картоне. вот можно себе представить, если вот сухой картон положим в краску масляную, масло уйдет и останется вот невкусно где. Так, ну так вот, если мы вдруг, вот прямо сейчас с чего-нибудь сложненького и начнем. Ну вот, допустим, допустим, у нас фотография. Не картина, а фотография. Девушка, танцовщица, почему я в данном случае беру картину. На картинах уже все решено. Вот если на фотографии нам еще предстоит решить, то на картине уже решено. Наша задача просто пройти тот же путь. Еще один момент. Копирование мастеров самый быстрый путь совершенно. то есть не очень для всех всегда проблем. Срисовывать или не срисовывать. Вся живопись это одно сплошное срисовывание. Даже если я придумал идею, я ее себе там где-то набросал, вот здесь у меня человек, вот здесь гора, вот здесь дракон, но потом я открываю интернет на сегодняшний день или как в прошлом беру блокнот и делаю зарисовки для человека, для дракона, для сюжета горы. То есть мы все равно материалы постоянно используем. Шемякин кажется, так он вообще который в Америку уехал, так он по-моему для художников собирается сделать какую-то гигантскую в интернете картотеку с материалами. Человек, когда ему нужно что-то нарисовать, не парился, а зашел к Шемякину. Поэтому вопрос о срисовывании должен вообще быть снят с повестки дня. Это какие-то предрассудки детства. А ты срисовал? А, ты срисовал. Типа это каждый дурак может. Вот. Можно вопрос еще по кистям? не совсем к теме. Кисти, это уже очень хорошая тема. Ну, просто хочется вам еще нибудь накалякать, чтобы вы потом тоже постояли немножко. чтобы не только руками махать, а и... Нет, кистина. Ну, все. Ну, так вот. Вот, значит, по идее, каждый нормальный человек знает, что надо сначала что-то там нарисовать на холсте, да? Что-то нарисовать, нарисовать, внимательным карандашиком стоять, чуть ли не целый сеанс убить на то, чтобы прорисовать вот эту куклу. Чтобы потом деликатно обкрашивать эту линию, чтобы, не дай бог, не зайти. Ну, это сумасшествие. Хотя все им заняты, и учителя в этих студиях дают именно по такой технологии, как правило. Вот, занял на три часа, там же, немножко денег. Ну, так, 50 грн. Заплатил за урок, и тебе дали карандашичек, и ты целый сеанс сидишь, там, ковыряешься, а тот может хотя бы покурить, посмотреть в интернете, и так далее. Вот. Ну, у нас немножко другие задачи. Наша задача научиться. Значит, можно, конечно, сделать карандашный рисунок. Мало того, можно его сделать по клеточкам. Не грех. Классники тоже делали по клеточкам. Вот они сделали себе эскизик будущей картиночки, там что-то у них нарисовано, тут, здесь нарисовано. И они смотрят, да, хорошо, хорошо, вот как-то вот сгармонизировано, все очень как-то культурненько. Они это все поделили на клеточки, перенесли на большой холст, они делали эскиз. Потому что вот очень уж хорошо вот эта линия у них там получилась. Для них это важно. Поэтому они понимают, что если они будут сейчас от руки снова искать ее, может быть, она будет в другом месте. Поэтому под клеточкам не грех. Можно поступить еще таким образом. Взять полиэтилен. Прозрачный. Взять полиэтиленчик такого размера. И сначала по клеточкам перенести на него вот это изображение. Изображение. Чтобы потом, когда мы уже начали, приложил и посмотрел. Ага, вот здесь я не точно сделал, вот здесь, вот здесь. Убрал под ветеринчик. Попрал. То есть можно? Ну, потому что действительно наш глаз не скоро начнет точно видеть. но технологически очень неразумно сделать рисунок, а потом его окрашивать. И вы сейчас увидите, почему. Значит, в живописи маслом мы делаем сначала то, что сзади, а потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно. Вы видите, что фоновое пятно состоит буквально из трех цветов. Желтенькие, розовенькие и голубенькие. Голубенькие с желтеньким дали зелененький, с розовеньким голубенькие дали сиреневость, ну и плюс берега. Можно на холст набрасываться довольно нахально, аж вот так. Почти как мокрая акварель. Буквально набрать, наметать краску на холст, чтобы было с чем работать. Вариком будет невкусно. То в пользу желтого, то в пользу розового, то в пользу желтого, то в пользу голубого. Набираем интересное какое-то цветовое пятно. Тут же где-то может быть белильца подмешать. можно следовать этим пятнам, можно новые придумать. То есть, чтобы не было точной копии, чтобы нам потом не стесняться, чтобы здесь уже я его копировал, можно немножечко уйти от точного копирования. я прям подливаю жидкость и навязываю, навязываю, навязываю краску. То есть, вещество краски на холсте нужно. раздавитель раздавитель без запаха? Ну, слабо пахнущий. Он называется слабо пахнущий. слабо пахнущий. Ну, вот те, кто был на уроках, они знают, что я, когда вот что-нибудь вот такое делаю, я обычно зову посмотреть, потому что действительно, штука очень ценная. Ну, вы видите, что в принципе уже красиво, да? уже на это смотреть можно. Уже там можно что-то указывать себе. Еще один момент. Новичок, как правило, держит кисточку перпендикулярно холсту. Вот так. Практически все. Все держат вот так, как шариковую ручку. Ну, они иногда еще умудряются еще какие-то спусты, как шариковую ручку они держат там по-разному. Иногда разные способы, но обычно это все-таки вот так, перпендикулярно. Значит, художник, как правило, работает, либо, значит, кисть, если мы работаем кистью, кисть это практически как карандаш. И вы, я думаю, видели и в учебном рисовании где-нибудь, что кисть вот так держит. Большая, значит, не очень понятно. Карандаш, вернее, карандаш держит вот так. Штриховательно, рисовательно, но он все время лежит параллельно холсту. То есть, лежит кисть, не торчит, не, это не стыдно. Просто привычка, что мы вот так рисуем. Действительно, какие-то очень мелкие подробности можно встать и потом вырисовать перпендикулярно холсту. но общие массы, общие рисунки, даже линейный рисунок лучше делать лежачей кистью. Например, вот нам у нас задача нарисовать дерево. можно вот так войти и рисовать какую-то веточку, одну, вторую, но, как правило, когда мы рисуем вот эти вот веточки, мы же привыкли что дерево это вот так. Ну, обычно. Маличок рисует дерево ваше дерево. И чтобы его от этого отучить, особенно важно, чтобы он взял кисточку вот так, лежачим по отношению к холсту состоянием, положил кисть и начал вот такое извращение. В мокрый холст легче вводить краску, поэтому я перейду сюда. То есть гонять, гонять, вытягивать, вытягивать, коряжистость, да? Дерево. Коряжистость. То есть линия идет вот под такими, вот под такими рваными движениями. Либо вытягиваем тоже. вытягиваем где-то подкручивая, тоже немножечко поддрыгивая рукой. И у нас появляется красивая, интересная линия дерева. Там, если дерево, портрет дерева не обязательно делать, уже таким подробным, как лицо. Поэтому там, конечно же, могут быть уклоны не вполне точными, но если мы характер дерева подглядели, то все очень может быть похоже на продукт. Значит, либо вытягиваем линию, либо вытягиваем, если речь идет о деревьях. И главное, кисть лежит на холсте. Кисть лежит, когда мы наштриховываем. А мы постоянно наштриховываем. Короткий, настойчивый штрих. штрих. Обычно даешь на штриховать небо. И человек хочет вот так штриховать. Тоже, нормальное желание, поскорее это сделать. Сказали это? Нет. Короткий, настойчивый штрих. Во всем короткий, настойчивый штрих. Если это штрих, то короткий и настойчивый. Распределяющий. А, ну, вернемся к нашему. Значит, кроме такого образа фонтика, фонтик может быть, например, решен тряпочкой. Например, сейчас. Вот, допустим, мы накидали кисточкой красочку, теперь взяли тряпочки и немножко создали вертикальный ритм. Вертикальный ритм. Это могут быть шторочки для нашей куколки, на фоне которых она стоит. Вот это уже тоже, смотрите, более-менее симпатично. Можно потом еще можно до более сухого состояния довести или до более распределенного. Можно вот такие вещи делать. То есть, тряпка, посмотрите, организовывает пространство достаточно интересное. То есть, есть понятие организовать пространство. Кистью часто мы не знаем, как сделать так, чтобы это было интересно. А вот такие технические заворочки, они могут дать интересное, просто в силу того, что она, вот такая пляшущая эта история. Можно фоновой пятно сделать, допустим, мастикинчиком. подроби 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 это очень сложно. Однажды в какой-то там какому-то художнику великому привели ребенка и сказали, может он вам ну или там не ребенка, а своего сына взрослого привели, может он хочет у вас получиться, хотим, чтобы он получился, может быть он хотя бы фон будет так хорошо, поэтому фон самое главное, организация пространства в фоне, чтобы он был интересным, какой-то живой, ну вот там забудный какой-то какая-то организация этой пустой плоскости, да, какие-то полосочки, рисочки, звездочки, то есть организация задника она важна, вот там тоже, что-то там неровное, не выкрашенное, где-то внизу вообще акварельно, а вверху более густо, то есть организация просто, это может быть сделано в том числе например мастихином, какими-то какими-то вот такими рванностями, плашмя, прям плашмя мастихином можно создать вот эти звуки, вы потом подойдете тоже попробуете, чтобы просто все это действительно сразу осело немножечко, потому что когда рукав поучаствовало, все это оседает, то есть какое-то баллонство в фанровом пятне можно создать, особенно когда мы только что влагу кинули, он особенно хорошо играет с этой влагой мастихином, то есть живенько играет, вы видите, достаточно интересные происходят, и вот в этом пространстве допустим мы будем создавать тушь, ну пока допустим будет некая пустота, которой мы никакое пановое пятно, которое мы потом то упакуем до какого-то другого состояния, и допустим у нас проблема рисунка появилась, пановое пятно но мы кинули и вот этим инструментом взял допустим его вот так поджав пальчики взял острие, чтобы острие чувствовалось мы можем начать создавать рисунку, то есть мы для начала просто вырезаем себе холд поранить ему, практически невозможно, поэтому без страха создаем эти основные линии, то есть где-то в этой части чуть-чуть смещена вправо в этой части в принципе фигура вот этот ствол фигуры мы чуть-чуть себе накинули если мы не попали сразу мы опять же пальцем тут же упразднили рисунок вот наша стерка то есть мы тут же упразднили линию если она не в том месте мы видим что где-то в середине это палочка на которую она опирается чуть выше середины ну можно чуть подрезать 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 и достать появляется силуэт необходимый там где-то мы плечики увидели где-то увидели одну ручечку вторую ручечку головочку то есть рисунок немножко уже появился но он появился в среде и это очень важно что он появился в среде потом допустим у нас есть необходимость высветить его мы допустим взяли тряпочку и в этом месте чуть-чуть достали краску то есть мы не полностью ее вытерли у нас немного краски осталось еще осталась она на периферии которая будет подмешиваться но мы уже можем в эту пространство более удобно вложить допустим берем причем можем даже в начале чтобы не переборщить с количеством краски палец когда укладывает краску у него есть способность не переборщить он контролирует ситуацию с количеством краски поэтому пальцем можно набрать основные мотивы рисунка допустим у нас ножичка или там две ножки да ножичка ручка и вот допустим цвет тела мы знаем оранжевит наше тело взяли розовый желтый и в это уже немножко расчищенное пространство ручечка светла плечики светлые и плечик немножко дадим деликатенько наполним вещи тонко игорь можно попросить поменять холсты местами что не так он туда поставит будет еще лучше видно на камеру то же самое ручечки обратите внимание что палец еще и круглит как-то тем что он как он укладывает он еще и круглит изображение невольно ощущается как круглая рука то есть особенно когда речь идет о фигурочке вы всегда можете воспользоваться вот этим инструментиком ножичка посмотрите круглит хотя ничего особенного не делалось личечко там какое-то и вы когда подойдете обязательно попачкайте пальчики чтобы ощупать сколько краски легло для того чтобы мочь с ней работала эту краску можно гонять бесконечно мало того если я допустим чуть-чуть перебрал ну допустим я высветлял и немножко перебрал краски белил я ее пальцем же промокнул и собрал лишнюю и опять продолжил высветлять опять добавляю новую сначала убрал а потом добавляю новую и еще высветляю вот это сиятельное состояние укладки да оно как раз нам на руку ну допустим вот волосики можно тут же кинуть мастихином и так сказать на нашу идею вот эту делать с поступком вот мастихин в данном случае волосам даст некий поступок то есть просто красивое мощное притно поставить мало потому что оно будет сразу очень выразительно смотреться где-то вот стараться может быть по форме уложить эти мазочечки ну оно и выразительное по темности да вы видите сразу прозвучало и еще еще и хорошо то что оно сделано так сказать с поступком потому что если мы будем вырисовывать там подробности мы столкнемся с тем что мы ничего не умеем вот а так очень многие справляются ну допустим красочка здесь мы уже допустим разобрались чуть-чуть и нам нужно набрать более мастихинчиком густую красочку но меру густоты соблюдаем то есть такая густота которую еще можно потом слоем прикрыть то есть не нашпатлевываем и нашпатлевываем красочку а соблюдаем ту меру которую ну как масло в хлеб вмазываем не кладем кусок а прямо вмазываем и немножко под наклон на конек ставим мастихин и как бы перед собой придавливаем красочку и она укладывается плотно красиво разбавляет не надо да в данном случае уже без разбавления у нас достаточно влаги на холсте и мы сейчас и пальцем ходили без влаги и мастихином тоже прямо густую краску брали чистом у нас это ручка все попробуйте вот кому не гниров упачкаться попробуйте ощупать вот это количество краски и вообще общение с краской прямо таки на краску и попробуйте вот это вот это движение сделать обязательно вот какая-то веревочка вы видите тут же и пальцем можно помочь себе какие-то там рыжести с этой стороны у белого то есть теневые места мастихин часто просто даже штрих можно вот такие поступки совершать мастихином мастихин любой можно использовать мастихин тоже это серьезная проблема появилась вот с этим мастихином все смотрят мои фильмы эти обучающие и скупили всем и стихи ну вот макс знает как их делать так что будем скоро буквально делать потому что обращаются они так это вот допустим просто для того чтобы вы ощупали если вы улучшите пока я буду курить будет хорошо прямо буквально пощупать как как звучит вот эта вязкость чтобы можете уточнить плечики по такой траектории можете даже пощупать пальцем вот такие мазочки просто чуть-чуть чуть-чуть ощупать это да я пойду покажу а а я пока это то что только мне подойти и горячай поддам Давайте с кончиком, да, попробуйте С кончиком попробуйте А что вы видите? А чиндик-то просто Светлый, светлый И вот мы, допустим, будем разбирать тему Светлого, яркого, солнечного дня И вот разбирая эту тему, мы выясним Как работать, чтобы это было не... Вот, допустим, у нас фотография Красивая фотография, где-то мы были Там есть тень внятная, есть свет солнечный Залито все солнцем, какие-то домики Но если мы просто будем срисовывать на фотографии, допустим, сероватые тени То это будет, ну, просто скучная, неинтересная работа И нам, и будущему зрителю Что делают художники? И они, допустим, всю теневую, которая есть на картине Допустим, от домов тень Стена дома в тени Тень от дома И лоскутки света между этих теней Художники часто берут синий И покрывают все, что в тени, этим синим Накрально покрывают, ну, разбеленным, допустим, синим всю теневую часть А всю световую часть разбивают, допустим, выкрашивают, ну, или кладут краску Разбелу оранжевости, да? Легонькой оранжевости, но сильный разбел И у нас получается, внятная теневая на холсте То есть два пятна мощных появляются Внятная теневая, внятная световая И уже в рамках световой мы разрабатываем там подробности Мелкие подробности И в рамках теневой мы разрабатываем эти подробности Но у нас синий уже кричит синий в теневой И оранжевый разбел мощный кричит в световой И мы уже копошимся внутри этих пятен И тогда получается живопись Тогда получается вот эта вот преувеличенность Но надо увидеть, как копошиться в теневой и в световой То есть понятно, что есть в книгах иногда два складки этих И смотришь, да? Вроде все разумно Но трудно, пока ты не видишь природу вхождения в этот синий Допустим, который на картине наполовину все в синий А здесь у вас куски мощные оранжевого Пока ты не видишь, как войти в это Конечно, очень трудно сориентироваться в самостоятельной работе Поэтому хотя бы увидеть, как это сделать, вы это сможете Или, допустим, у нас проблема у портрета Есть проблема романтического портрета, который нам посилим Мы сейчас, кстати, попробуем Нам посилим романтический портрет То есть приблизительный портрет Даже если мы угадываем черты лица в этом портрете Ну, скажем, полные губы Даем полные губы Если мы, допустим, хотим тонкие губы, даем тонкие То есть мы как бы перечисляем приметы человека Но не в такую меру, как академический портрет который дает полную точность. То же самое, идеи ню, то же самое идеи цветов и так далее. То есть мы будем брать прямо тематическую, то есть часик я поговорю общего, а два часика мы буквально расследуем, как писать то или иное. И вот можно будет приходить и зачерпывать потом для домашней работы. Но это в плане экономии средств. Конечно, разумнее всего хотя бы пробник сделать на уроках. На уроках со мной. Для того, чтобы вникнуть и ощупать культурно. То есть на уроках что происходит? Я загоняю картину к результату. Человек, конечно же, в процессе будет сфиляться. Я его всегда загоняю к результату. То есть только он ошибся, обращаю внимание на ошибку, либо стираю, показываю, как стоит это делать. И в итоге он все равно приходит к результату. Поэтому 80% в любом случае рисует человек, как правильно, ну в среднем. Есть, конечно, послабее люди, посильнее. Но в целом все-таки человек написал картину, он все ощупал. Он каждый сантиметр картины сам опробовал. Бывает так, что я, допустим, в каком-то пейзажечке две фигурки. Я подошел, нарисовал эти фигурки, человек доволен, думает, вот, хорошо, красивую картинку несу домой. Я их уже снимаю и говорю, ну, давай теперь сам. Ну и он, конечно, щупает. Если он не расправляется, то, конечно, я снова захожу туда и поправляю. Сейчас, допустим, попробуем немножечко столкнуться с пакетом. Я сейчас беру сложные вещи, может быть, не обязательно было бы сложные, но просто для того, чтобы вообще оценить для себя возможности, что возможно это или невозможно. Ну, что касается фигурки, только я что хотел еще сказать, что можно, опять же, от того, что краски мало, то есть можно пользоваться пальцем как стеркой тут же. То есть, если мы где-то не точно совершили подстереть, подстереть, подвинуть одним пятном, подвинуть другое, да, одним пятном, подвинуть другое. То есть, или наоборот, надвинуть это пятно, наружу. Допустим, вот голова преувеличена, да? Ну, сбрели голову, ничего страшного. Сбрели, уточнили, снова вернули фоновые мутности и снова-снова уточняют. То есть, все, масляная живопись, в отличие от аквареля, от других материалов, все поправимо моментально. То есть, можно тут же, мы же можем целые сутки провести краской, и она не высохнет. То есть, мы можем гонять и гонять эту краску, она все послушлива и послушлива. Что, конечно, выгодно ее отличает от других материалов. Скажем, не рекомендую вообще пользоваться акварелью сразу. Это вообще самоистязание. Я думаю, что те, кто пользовался, знают это, да? В акварели, ну, кроме мокрой акварели, какие-то заливочки, отражения в воде, ну, там, да. После масла же ее уже и не хочется. А после масла и не хочется, потому что берешь в руку, маешь вещи, а там, ну, в тумбочку положил. Как правило. Ну, хорошо, если оформил, если было что оформить. Вот. Думаю, так получается, что даже каляки-маляки в масле звучат. А в акварели это, вот такой бумажечкой, ну, только в тумбочку. Ну, а потом собрать стопочку и вывозить. Вот. Сначала скапливать, потому что, а вдруг что-то в этом есть. А масло, ну, что-то есть, и все. Смотришь, да? Ну, все. Пожалуйста, иди. Абстракция. Абстракция. Это была попытка, не моя, это была попытка совершить акт медитации. Медитации с кистью в руках. Ну, вот у человека так. Ну, включила, да? Да, например. Ну, гамма очень хороша. Вот. Чем плохи для нас графические материалы. Ну, например, акрил. Как хорошо, да? Тут же сохнет. Плохо. Потому что акрил требует рисунка. А рисовать-то мы как раз и не умеем. То есть, не надо брать акрил, потому что он высох, и вы сухо хотите уточнять рисунок, а вы не видите рисунок. Просто не видеть. Нет смысла. Почему имеет смысл сначала набрать фановое пятно, а потом пятно фигуры нарисовать? Почему не стоит сначала рисунок, а потом обкрасить? Минимум потому, что все должно вписываться одно в другое. Это минимум потому. А еще и потому, что... Так, мы здесь посмотрели, а сейчас я подниму. Ну, потому что... Почему нельзя сначала нарисовать, а потом обкрашивать? Потому что мы видим от пятна лучше, чем от линейного рисунка. Проволочку линейного рисунка мы плохо видим. Мы еще не воспринимаем проволочками окружающий мир. Проволочка линейного рисунка. Мы не воспринимаем это. Линейным рисунком мы окружающий мир не воспринимаем. По пятнам, да? Слуховные пятна. По пятнам мы видим силуэт человека. Мы же не проволочку увидели, мы увидели силуэт. Поэтому, сколько бы мы не тужились в проволочку, ну, конечно, методом усердия какого-то можно добиться более-менее сносного результата. Но от пятна мы сразу видим силуэт, ага, отошли, так, ну, по-моему, сместилось в сторону, или голова слишком крупная, и тут же уменьшится. Если мы нарисовали карандашиком, тоннельникой, голова будет очень крупной, ноги очень толстые, или наоборот, очень худые. От пятна мы все-таки видим. Поэтому от пятна рекомендую годик прожить от пятна. И вот, например, вот у нас идея портрета, да? Ну, мы опять возвращаем фоновые какие-то истории. А вот эти тематические уроки, конечно, очень рекомендую, потому что можно действительно и не заплатить за урок, толком, серьезно, а зато познакомиться с задачей, и потом прийти домой, пописать. Может быть, даже стоит сначала столкнуться с проблемой, пописать дома, после, допустим, семинара, прийти домой, пописать, а потом прийти, показать, что получилось, и уже эту же задачу, или аналогичную, сделать уже на уроке. То есть сначала вникнуть в проблему, появилась проблема, потому что на уроке, конечно, проблема как появляется, тут же исчезает. Я их подрубаю сразу. Но так вы столкнулись с проблемой, вы выяснили, где у вас слабые места, потом пришли, мы пойдем к слабым местам, немножечко прошлись. Ну вот, допустим, мы сейчас с вами портретишку попробуем. То есть вы видите, кисть у меня параллельно холсту, я штриховательно набираю какой-то вот хаос фоноглого пятна. Вот там тоже какой-то хаос. Опять же, вот эта история с пятном. Головочка у нас касается середины, но смещена в левую часть. Ну вот мы ее прямо так и сделаем. То есть вынули, раз, чуть-чуть. До, так сказать, сухонького холстука. Опять взяли. Да. Достаю силуэт головы. В данном случае пока только лица. Можно в несколько пальцев, чтобы быстрее это сделать. Набрали. Набрали. А, еще очень важно. Работаем не острием пальца, не острием, пальца работаем, а подушечкой. Подушечкой. Ну, мне очень удобно этот палец. Не знаю, некоторые почему-то, особенно геортики, очень любят этим пальчиком работать. Лучше, ну, не знаю, вот этот более активный. Он лучше прогибается. Но это все-таки указательный. А этот, наверное, все-таки моделировательный. И вот мы, допустим, набрали некое пятно в голову. Тоже. Контроль за количеством краски. Палец, или, скажем, рука, писть руки. Лучше контролирует количество краски. То же самое кистью. Красочкой будет переводчик. И нам уже с ним будет трудно работать. А так мы по-прежнему можем все спокойно уточнять. И вот, допустим, волосы. Ну, вот, если их положить мастихином, то это хоть на что-то уже будет похоже. Просто придавливая краску, раздавая вот такими красивенькими локончиками. То есть, это же приблизительный характер укладки, да? Нельзя сказать, что волосы вот такие. Но, тем не менее, это звучит. А если бы мы попытались рисовать кистью, попытались бы полную точность головы дать, то у нас были бы проблемы. Мы еще не умеем вырисовывать так, чтобы это было вот ладненько, разумненько. А вот такое мы можем. И это, кстати, вполне в духе современной живописи, в духе современных пристрастий зрительских. Ну, и тем более, что это, в принципе, красиво. Допустим, мы сделали намек на овал лица. Чуть-чуть добавили волосиков туда, под подбородочек. Еще один момент. Ну, вот те, кто учился в школах, знают, что цилиндр штрихуется по... по цилиндру, для того, чтобы показать его круглость. То же самое рука. Если это толстый, ну, натуральная величина рука, то мы штрихуем нарочито по цилиндру, и она у нас автоматически круглится. То есть, важный момент. Ну, это обычно проходят, вот дети изновительно рисуют цилиндры, штрихуют. Это все очень хорошо. Но это у них есть на это время. У нас мы должны делать руку, и ее делать как цилиндр. Тогда мы это быстро все поставим. Вот. Шар, конечно, он немножко другой. Там, допустим, свет отсюда. Вот. Но голова как бы шар, но она немножко и цилиндра. Поэтому хорошо. Ну, немножко цилиндр. Все-таки я так правильно вытянула. Поэтому желательно штрих создать по цилиндру, чтобы она сразу невольно чуть-чуть круглилась. То же самое шеечка. Не как-то так вот по стволу, а наоборот, по цилиндрику. И она у нас сразу становится колонной, красивой, мраморной колонной. То есть, по цилиндру желательно работать. Такие вещи. И вот, допустим, у нас там какой-то рисуночек. У этой головы. Он краснит. Вы видите, да? Я взял красный, коричневый, немножко желтоты. Тоже вот эти церемонии с названиями красок можно лучше прекратить. С краской ручиноты. Желтое, розовое, или там красное, коричневое. А не так, что подай мне марс коричневый, темный, прозрачный. Ну, то есть, как-то наты с ней. Желтота. Грязно там, мута там. Какой это цвет? Ну, вот, мута там, мута там. И вот, допустим, раздадим теневые, да? Вот мы дали светлое облако, а теперь раздадим теневые. Вы видите, глазки, и даже если не видите, то поверьте на слово, глазные впадины, они как очочки на лице. То есть, слегка темнее, чем все остальное, чем вот эти открытые к среду места. И вот мы их сразу, как очочки, набрали. Под носиком обычно, обычно свет сверху, и под носиком теневая. Губочки. Сразу наберем их просто два червячочечка. Два червячочечка. Можно сразу дать какой-нибудь приятненький цвет. То есть, не пытаться сразу вырисовать силуэт губ. А дать просто нежненькое пятно. Ну, соразмерно тому, если это мелкие губы, тоненькие губы, мельчий датик, если это пухлые губы, то есть, и теневая под нижней губочкой. То есть, у всех у нас под нижней губочкой есть ямочка, как правило, у всех. В данном случае еще немножечко выражена линия носа. Вот, допустим, глазки тоже всегда проблема. Сразу мы начинаем рисовать рыбку глаза. Не надо рыбку начинать. Стоит начать, допустим, вот с таких точечек, которые будут смотреть из этих очочков теневых. Просто, чтобы они уже посмотрели из этой тени на нас. Вот они уже смотрят, правда, немножко? Причем, если мы отойдем немножко, мы увидим, ага, может быть, этот глазик стоит подвинуть ближе сюда. Может быть. Или этот куда-то подвинутый. Даже вот эти вот две бусинки уже где-то немножко смотрят. То есть, это как-то подступиться, допустим, в портрет. Просто общу, как подступиться в портрет. То есть, собственно, это же у нас происходит и на уроках, поэтому я как бы анонсирую, что может быть, когда мы попадаем на урок. И уже имея вот этот каркасичек темного, мы можем начать уточнять. Причем, часто теневые человек воспринимает как серый цвет, как темный просто цвет. На лице и на фигуре лучше всего использовать легкую красноту рисунка. Ну, скажем, ноздричка, так по виду черная. Вот если так посмотреть на ноздрю, ой, черная, нет. Ноздричка краснит. Когда в ней есть эта живиночка, то есть, ну, это записать небесно. Тогда в ней есть эта живиночка, кровиночка, да, ну, как палец на свет, когда он немножко как ягодка прозрачная. Вот эта линия между губ, как правило, ошибка, делают тоже коричневый, темный, мрачный. Как упокойничка, ну, упокойничка, кровь отхлынула и чернит эта линия. А здесь не отхлынула, поэтому с красниночкой, коричневый с красниночкой. И вы видите, достаточно приятное содержание вот этой линии. Мало того, нарисовав даже, может быть, даже уже прорисовав чуть-чуть какие-то первые намеки на форму, ну, допустим, даже мы что-то уже прорисовали чуть-чуть. И даже это имеет смысл на время смягчить, смягчить, чтобы идти от туманчиков, а не от жесткого рисунка. Не сможете, не справитесь вы с жестким рисунком, а с таким романтическим приблизительным можно справиться. И вот мы ее примерно себе обозначаем. Тоже, видите, жестковато легло, да? Я тут же пальчиком в мутатурю догнаю. В легенькую такую, мутненькую. Рыбка глазика. Верхняя века. И ресницы длиннее. И складочка между веком и надбродной дугой достаточно глубокая. Как правило, у многих людей в основном так. Поэтому можно сразу дать достаточно широкое пятно верхнего века. И маловыраженное нижнее. Обычно рисуют равноценные. Но хорошо именно так. То же самое. Ну, допустим, бусинки глаз темненькие. Самое темное место у верхней линии обычно в районе. Тут и самые длинные ресницы. И плюс темнота зрачка. И от этого, конечно, самое темное место получается вот здесь. Вот здесь. Рядом с темнилкой зрачка и самой длинной. То же самое. Ну, бровочки там какие-то наметить. Самое темное, опять же, у бровочки возле переносицы. Поэтому всегда желательно это выразить. То есть чуть потемнее, чуть повыразительнее у переносицы. И чуть мягче там. Это если не брать черты лица. Просто общо схемку. Конечно, у каждого есть индивидуальные черты, которые будут появляться по мере. А как с цветами быть? Если, допустим, рисую желтым, то все надо нарисовать желтым, а потом переходить уже в другого цвета? Нет. Значит, когда я речу это лице, мы сначала в пользу разорезны, а потом в желтоту. Свет желтит. Свет желтит. Поэтому... А тело самого, оно же красниночка. Ну, кровь. Да? Там есть. И поэтому сначала мы идем с красниночкой, с розовиночкой. Желтый добавляем, но как бы в пользу розового. А потом начинаем переходить в пользу желтенького, этот же замес, плюс белила. И вот оно все светлее, все желтее. Но на периферике, в этих теневых местах, сохраняется некоторая розовость, которая нас очень устраивает. Еще. Если, допустим, речь идет о портрете, ну, опять же, можно все и это же тоже на время смягчить, чтобы нигде не допускать жесткий рисунок. Жестким рисунком мы не сможем справиться. Поэтому все-все время держим вот в таком состоянии. И из этого облака полу-полу-намеков вытаскиваем, все время поддерживая приблизительный характер. И до какой меры мы можем дойти, ну, щупаем. Если мы чувствуем, что дальше не... Особенно, когда губы начинают вырисовывать. Ну, или глаза тоже. В общем, поменьше вырисовочки. Вот какой-то приблизительный мотив, если он иногда даже нечаянно удался, в живописи очень много нечаянного. Иногда вот получился кусок красивого. А мы не заметили, что он красивый. И мы его продолжали, что он потерялся. Наоборот, если у нас получился красивый кусок, будь то в анабом, в пятне, то мы его приумножаем. То есть мы заметили, что это красиво. Значит, мы и остальные стараемся к нему. Вот в его манерке лежит. Или в его цвете где-то обнаружили. О, красивый сочетание. Начинаем в тиражечек. Значит, красивые места обязательно в картине бережу. Вот это можно записать. Надо довериться где-то своему вкусу, что да, вот это вместо красивое. Потому что многие говорят, а я не знаю, где красивое лежит. Ну как не знаю? Знаем. Просто я настолько не привыкла сравнивать красивое и некрасивое, что как будто бы не знаю. Нет, знаю. А еще, в портрете очень важный есть момент. Вот если обойти всю классику портретную, классику, музейную классику портретную, вы встретите буквально 3-4 ракурса, которые буквально растиражированы. Один из них, это вот такая модель освещения. Другая, самая распространенная, это вот а-ля Джаконда. Это самая распространенная модель освещения. Значит, если мы выучим хотя бы два, вот мы три четверти, да, три четверти пород головы, мы выучим такой и выучим фаз. Если мы просто выучим модель освещенности, сделаем эту задачу, допустим, 10 раз, мы в портрете будем чувствовать себя хорошо. Любой портрет, который мы соберемся затеять, мы осветим так. А их вообще немного, я же говорю, 3-4 модели освещенности портрета. Все остальные импровизации, это уже опытные художники, иногда сложные какие-то рефлексы, добавляют какие-то подсветки. Но основная модель, вот Джаконда, ничем же не плоха, но это самая элементарная модель освещенности. Скажем, Джаконду как первая легко, потому что модель освещенности очень простая. Поэтому выучить, буквально выучить, не импровизировать каждый раз, вот человек, как попал освещен, а ты хочешь его написать, не справишься. Выучи как формулу модели освещенности определенной, и тогда уже в этой модели укрепи руку и сознание. Научись в этой модели уточнять подробности. Это, когда касается портрета. С фигурой немножко сложнее, потому что фигура может быть освещена, ну и это все-таки целая история. Поэтому там, конечно, немножко посложнее, и сказать, что вот есть три ракурса фигуры, которые стоит выучить. Но зато с фигурой можно более общо работать, какие-то приблизительности. Я даже какую-то взял картинку для примера. Чтобы вы могли посмотреть, что, да, действительно, это феномен живописи, но при этом это очень легко. Ну вот, скажем, работа с фигурой. Да? Это картина. Это же не коляка-маляк, это не детский сад. Это картинка, которая может быть была продана за 5 тысяч долларов, допустим. Вот это полноценная картина. Очень видно, что успешного, опытного художника, который может себе позволить такого рода живопись. То есть элементарно. Вот это делается элементарно. И вот эту элементарщину, как ни странно, вы себе можете позволить. Вот то, что денег стоит, вы себе можете позволить. А вот то, что никому не дадут, я имею в виду вернисаж. Умение рисования. Вернисаж. Ну, понятно, что все не так элементарно, как я уже сказал, но тем не менее. Умение рисовать чаще всего уводит людей на вернисаж. Ну вот. Что там рисовать? Там же рисовать нечего. Немножко, опять же, модель освещенности такая, только в другую сторону. Вот такой. Там немножко головы, все остальное это какие-то звуки-звуки-звуки. Звуки мастихином, звуки, может быть, тряпкой, чем угодно. А тем не менее, это сейчас вкуснее звучит, чем вырезанный портрет. Ну, потому что, пожалуйста, сфотографируйся, вот это тебе вы... Еще и фотошопом доведи до живописного. Идеально. Да. А вот это не может. Фотошоп не может. Фотография. А мы можем. А вот, например, обнаженная. Человек рисовал, рисовал, рисовал. Есть, там, есть. Вот коленки, грудка, головочка. Это тоже взрослый, полноценный художник нарисовал картину. Он ее рисовал, рисовал. Она ему не понравилась, вероятно. Я просто знаю, как это могло бы быть. И он это, вот это, взял и полил краской. Пока он ее поливал, он вдруг обнаружил, что, ух ты, неплохо получается. И так и оставил. Что он совершил? Он совершил то, к чему я сейчас вас призвал. Доверять себе, если что-то красивое получилось. Доверять. Не получилось, полейте. И так же не пользуетесь. У нее шляпа образуется, симпатичная. Немножко выразим идею шляпы. И уже, и уже ничего. Так себе. Проб. Так. То есть, портрет очень тяжело, но его бояться не стоит. Надо выбрать себе просто правильный маршрут. Выбрать себе задачу посильную. И вообще, в ближайшее время себе ставят только посильные задачи. Минимум для того, чтобы не столкнуться с тупиком. Потому что тупики для новичка наступают беспросветные. Кажется, что, а когда же я тогда научусь рисовать? Вот как каждая новая картина. Это будет колоссальный опыт сознания, ваш личный компьютер. И он будет все наращиваться, наращиваться. Где-то вы все равно что-то прорисуете. И у вас будет этот академический опыт, он будет нарастать. Но он будет нарастать продуктивно. То есть, вы пишете картины, вы выставляете, вы вообще живете полноценной, творческой жизнью, но при этом продаетесь во всю. Но при этом у вас нет этой нет комплексной полноценности. Это вообще замечательно, набрать комплекс полноценности. С чего лучше начинать? Начинать с того, что хочется. Конечно, выбрать надо. Люблю цветы. Пожалуйста. Цветы вообще сейчас мы нарисуем. Цветы это совсем просто. Но вот я просто знаю, что взрослые люди очень часто любят портрет, нюк. А к живописи часто приходят люди сложные, богатые внутренним миром, сложные структуры приходят к живописи. Ни сложно, ничего этого не нужно. А как правило, если сложная натура наконец-то захотела живопись, изобразительного, то как правило, больше хочет человека, однажодочек, всяких там. Что-то связанное с человеком. Ну, хотя, конечно, влюблены в природу, в путешествиях, прописать, прописать, прописать. А начинать надо с того, что нравится. Самое главное. Потому что ключи есть ко всему. Есть связка ключей к решению любой задачи. За этим ключем, конечно, ко мне. Ну, немножко на семинарах, совсем чуть-чуть, но больше в практическом исполнении во время урока. То есть, у вас появляются ключи, и вы с этими ключами приступаете к аналогичным задачам. Обращу ваше внимание, что многие художники, ну, скажем, всем известно, что Саврасов прекрасные художники. Ну, вы посмотрите работы Саврасова. Это же одни и те же работы. Домик здесь, домик здесь, домик там, деревце здесь, деревце. Они, они же настолько однообразны в основе своей. Возьмем Айвазовского. Десять тысяч однообразных работ. Ну, хотя это же целый Айвазовский. То есть, конечно, художник где-то зацепился за какую-то идею, вот она у него лучше всего получит. И ее лучше всего востребовали. Конечно, он ее уже начинает отрабатывать. Потому что мы, конечно, ищем похвалы. Вот. Но если мы не ищем похвалы, допустим, а хотим себя просто пробовать разных... Ну, и, опять же, и Репинк уже утерся в паркет. И практически они только паркеты. Ну, есть более широкого аспекта. В основном человек упирается во что-то и что-то пишет. А вам-то и подавно надо упереться во что-то. Потому что вы должны сначала сделать под ногами почву, а потом уже на этой почве развлекаться в разных направлениях. Поэтому ошибочно бросаться за все. Вот на уроки часто приходят, и поскольку после урока всегда готовая картинка, и они очень довольны все всегда. то у них кругозор расширяется, но они очень много забывают из того, что они уже сделали. Поэтому пока человек не встретился в одно, он не может добиться хорошего результата в этом. Поэтому они щипанули знания по третьим, пейзаркам, цветочкам и прочее, прочее, нащипали, нащипали, те забыли, новые прибыли, опять забыли. Ну, такая каша немножко. Тем не менее, как правило, за год очень большая революция происходит в сознании человек уже мир окружающий совсем иным, ну, цветным минимум, имеющим форму, имеющим содержание. Я, конечно, иногда поражаюсь, когда человек рисует цветок, допустим, но это же не шестеренка какая-то, у которой все одинаково. А вот сознание так настроено, что не может преодолеть вот этот одинаковый ритм. Он знает, что цветок как в детстве научили, элементарный, да? Он не может за это зайти. Хотя, обращающего внимания, ну, вот здесь два лепестка слились, вот они почти касаются друг друга, а здесь один он топырился. Видишь? Да. И все равно шестеренка. Ну, есть такие люди, я даже не очень понимаю, откуда, может быть, потому что более простое сознание, может быть, не потому что они примитивные, просто простец, не примитив, а простец. Может быть, так. Были случаи, когда вы говорили безнадежные? Ну, вообще, там безнадежных нет. Если человек захотел, были такие иногда приходили, смотрят, думают, ну, 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 а девочка потом подходит и говорит, как вы думаете, у меня хоть какие-то шансы есть? А я говорю, ну, ты сама видела, что плохо. Она говорит, ну, да, но я говорю, ну, если ты хочешь, то, конечно, шанс есть. И она говорит, да, так хочу. И действительно, два-три месяца она уже вроде со всеми работает. То есть, в принципе, вот этой, вот этого вывиха уже нет. Как часто занятия проводятся? Ну, я-то вообще почти каждый день провожу. Просто есть общие занятия, а есть индивидуальные занятия, то есть, несколько форматов. Ну, есть там взрывки, еще. А когда придет видение цвета, все учителя требуют увидеть? Это из практики потом, да, когда мы это научимся? Ну, опять же, вот Макс знает, он говорит, ну, это же очевидные вещи. Ну, даже дальтоники, и то, в принципе, вот я дальтоники иногда рисовали, все видят прекрасно. То есть, мы видим цвет, ну, если мы розовый видим вот в природе, то, допустим, розовый, мы видим. Где-то разберено розовое, а где-то неразберено. То есть, мы это видим. Поэтому, видим цвета, умение цветом воспользоваться, оно приходит, если мы используем скупую палитру, если мы педантично это используем, скупую палитру, то, конечно, это придет скорость. Потому что, ну, что там, четыре краски, ну, арифметических действий очень мало. Поэтому, конечно, мы очень быстро освоимся. Зеленый, вот просто вообще из палитры, если у кого есть зеленый, выбросите. А, я хотела продумать, вот, мне вот поставили коричневый горшок, да, я вижу, там он светлее, коричневый, там темнее, там блик. А вот я не вижу, мне преподаватель говорит, там вот зеленый, а там красноватый. Я не вижу, у меня оно все коричневое. Вот приобретает это. Да, эффлексы действительно могут и зеленее, и краснее. Вот это, я не вижу зеленый, да. Так, опять же. Он не придет, да? Сейчас, я посмотрю. Ну, нету, нету. Трактика. Но требует же идентичности, чтобы вот точно такое нарисовать. Дело в том, что, конечно, общая образовательная система, она рассчитана и медведя научить рисовать. С одной стороны. И с другой стороны, она рассчитана на какую-то унификацию. Все должны это видеть. Но есть люди, которые, действительно, не так богато видят цвете, и не так у них эта жажда цвета есть. У них есть жажда форм, жажда какого-то движения, а жажда цвета нет. И чего его насиловать, когда есть живость без всякого цвета и очень красивая. Я не знаю, ну, здесь же какой здесь цвет? Здесь нет цвета. Зелененькое пятно. Вот это. Сколько там того цвета? Ну, наверное, если бы поставили бутылки, поставили это, но другой художник бы там столько цвета бы накидал. цветовики, а есть среди известных художников есть северная русская северная школа письма. Она же вообще серенькая, серебристенькая. Нет цвета. Приняйте в Крым, там у художников один сплошной цвет. Они как сумасшедшие заплатят. Я сами в Крымте. Там болеют цветом. А на зевере наоборот болеют тишиной, спокойствием, возвышенностью. Иконы есть яркие, а есть очень тихие, держанные, где акцент идет на рисунок, а не на цвет. А есть очень наряде. поэтому не надо почем зря себя насиловать и ставить вот то, что тебе нравится, что тебе свойственно. Вот, в общем-то, это же естественно, да, мы же не учимся одновременно и танцевать, и рисовать, и петь, и по горам лазить. не можно, и так, но тогда просто чеснему зубы, изучать этот цвет. То есть не обязательно. Есть понятие грязали, да, ну вот грязальная в цвете, грязальность, то есть однородность цвета. Это же красиво на рисунке, однородность цвета, да, это красиво. Ну, я не взял грязали толком. Ну вот грязаль у нас видите вот эта фотография. А, это вот. Конечно, конечно. Нету цвета. Есть идея мазка эффектная. Есть. Он даже там мастихином какие-то полосочки накидал. Организовал пространство. Вот что это такое называется? Он что-то изображал? А можно подключить? Пожалуйста. Он же ничего не изображал. Он просто организовал пространство. Он создал эмоцию на холсте. Взвинтил эту немножко там рисуночка. Ну, здесь, конечно, нам пришлось бы немножко туго, но, тем не менее, все-таки это же пассивно, это же трафаретно. Правда? Несколько темных пятнышек. Глаз, подночек, трубочки, темные пятнышки. Особого точного рисунка нет. Вот наша, это наша живопись, это для нас. Даже, но пока мы будем делать такую, у нас сознание будет усложняться в пользу точности. И если мы захотим точности, то по мере усложнения нас. Действительно, когда мы только приступаем, у нас две октавры всего. А потом набираем, набираем, набираем массы, и у нас уже целые мелодии получаются. Но опять, а может быть и не обязательно во все стороны развиваться. Может быть выбрать какую-то вот такого рода легкую живопись, совсем легкую. Вот кстати, импрессионисты, знаете, что импрессионисты, некоторые пришли из, в импрессионисты пришли люди из клерков. То есть они вообще кто такие? А тем не менее стали основоположниками импрессионизма в том числе. Потому что импрессионизм как форма живописи очень удобная. Ее можно ослужить даже без этого толщины академического знания. То есть легкое письмо, акцент на цвет, на взбитость мазков. Ну кстати, если вам интересно, идея импрессионизма во многом вот в таком мазочечке. вся картина взбита мазочком. Просто взбита мазочком. Всяк-сяк-сяк-сяк-сяк-сяк. То есть все-все-все взбито, все светлое, темное, небо, небо не выкрашено, а взбито мелко-мелко-мелко-мелко рябью мазочка. И этот мазочек, кстати, укладывать очень удобно вот таким образом. Кисть держим как бы клювиком пальцев и вот такие вот такие ударчики чуть-чуть протянутые. Не просто макнуть, а ударчики протянутые. И у нас появляется рябь этих организация пространства на картине. Вот такой рябью возникает. И вся картина в этой рябе, даже если не точно по рисунку, но от этой рябь ты смотришь, смотришь, как уже ничего весело. Ну, они еще акцент на свет, то есть, опять же, на синих тенях, где его чуть-чуть, а они с полной силой, не потому, что они так видят, они просто хитрят, они знают, что синий в тени хорошо звучит. Он несколько раз это сделал, а, заметил, ну, я имею в виду, условно, художник, мировой художник испокон века. Он заметил, что в тени красиво звучит синий. И на фотографии этого синего видит вот с посолечкой. А он знает, что это преувеличенно прозвучит, повкладывает синий. Ну, на световые пятна преувеличены оранжевые, а не просто белые, да? Вот. Уже по рисунку делалось, то есть, когда там для того, рисунок, потом на тебя накладывается? Нет, это цвет. Нет, вот допустим, если мы пишем пейзаж, алиамплессионизм, ну и вообще любовь, у нас есть цвет неба, да? Он дает рефлексы, то есть, своим цветом, почему тень синяя? Потому что небо отразилось в этой тени. Свет, солнце сделало свет оранжевым, разбелым оранжевым, а тень осталась голубой от неба. Рефлекс от неба голубая тень. Она голубая и на траве, она голубая и на земле, то есть, она голубит. Так вот это небо, мы создаем среду обитания всех предметов или там, чайской фигуры, сразу создаем среду обитания. Набрасываем это небо на все, потому что мы знаем, что небо дает эти все и мы создали среду обитания, разбил этот голубой полностью все выштриховать, а потом вгоняем уже директора заднего плана, домики, все что-то, грабки на переднем плане и получается картина. Я к тому, что этот голубой он отсюда вмешивается с одной стороны, с другой стороны краска, которую мы положили в небо, она дает более удобного вкладывания мазочков, то есть не так сухо, как вот сухомятку что-то указывает. То есть мы встал создали среду. Ну как бы небольшая замена цвета происходит. Больше голубого вовсю. Ну понятно, что мы затопчем этот голубой, где у нас то-сё будет, но все равно где-то он не гнет, и пока он будет там присутствовать, пока мы будем все набирать, он уже нам все время сгармонизирует ситуацию на холстке. Очень не в... Ну, это, конечно, нюансы уже. я вот хотел бы показать вам допустим такой пару таких маленьких веселеньких вещей. Вот, допустим, нам нужно нарисовать отражение в воде. Вот, смотри. Или, допустим, мокрый асфальт. Мокрый асфальт, лужи. есть вот приемы, которые настолько удобны для исполнения. Вот мы просто навалили краски. Значит, условно, мы сейчас, допустим, рисуем отражение в воде. Ну, я посмотрел в видео уроке, конечно, знакомый с этой чепухней. То есть, отражение очень часто как стекло. Когда тихая вода, отражение как стекло. прям висит, стекает. И просто даже сбив направление краски мастихином, допустим, просто сбив, мы уже получим эффект плоскости, на которой это все происходит. А над этой плоскостью, допустим, зелень нарядная, комковатая, иная по содержанию. Это как стекло, а это комковатое. И, посмотрите, буквально макать именно таким мазочечком. Посмотрите, как мгновенно можно создать деревце. Теневые снизу, допустим, чуть-чуть. Кашисто, густотой краски. Не опытным неумением рисовать, а густотой краски. Просто умением ее упакать, на холстичек. Мы раз и получили деревце, которое здесь отразилось. Может быть, темно отразились, которые снизу у деревца. Вот они. Вот деревце отразилось. А здесь на переднем плане, а здесь на переднем плане, допустим, травочки. вот как рисовать травки. Ну, это просто. Взять и создать множество травы. Где-то может быть и коричневизна, сухость какая-то травочек. Земля может где-то чуть-чуть просвечивать. просто макательно вот такой ударчик по холсту. Ударчик. И посмотрите, что творится. Травочки нет? Эти травочки у нас, допустим, зацвели. Вот. Это получается у сетки очень легко. Да. Это вы потом тоже можете попробовать. Допустим, какие-то ромашечки. ромашечки по другой траектории. Допустим, вот по такой траектории. Матильчик. Может, там вдалеке немножко грунт отделяет воду от дерева. цлякотные мазочки и посмотрите, как у нас богато выглядит эта почва. Что-то там там же ничего не нарисовано. Это просто клякса. Но клякса краски создала эффект каких-то какого-то содержания на земельке. Я сочетаю. Вот. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть и в отражение допустим, добавим. сам этот бережочечек. Так. Еще я хотел вам показать допустим очень симпатичную вещь, потому что так легко пишется, что аж хочется показать. Игла на многие цветы в этой манере потом очень легко будет вытворять. Совсем легко пишется. У меня так все получают такое наслаждение от этих. цветиков. Ну, я сначала хочу, чтобы пощупали вот эти вот вещи. Прямо подошли и пощупали. Как можно нашпиговать красочкой густотой сляхочно, сляхотно, макательно, чуть-чуть чиркательно, блошмя, мастихином, блошмя, чиркательно, макательно, густотой. Чтобы попробовать. А потом после перекурчика порисуем немножко цитоники и тоже получим новости. Кому очень важно научиться вырисовывать, ну вот есть такое желание вырисовывать. На рисунке вы просто будете совершенствовать свои чувства, пропорции. Умение вкусно подбирать касание предметов фоны, линейный рисунок, акцент такой для себя исследований. Ну опять же конечно штриховательные вещи, которые и в масле живописи. То есть можно будет совершенствовать рисунок. Для того, что говорят так, академическая формула выглядит так. Живопись это рисунок цвета. Все привычки рисовальщика идут на хол. просто рисунок он не может работать фактурами, а масло хитрит фактурами обыгрывает все густотой краски. Вы видели, что это действительно возможно. Густотой краской не умею ничего рисовать просто правильно чуть-чуть прибить руку грубо говоря 3 часа и рука прибита. Маленький размер холст вообще надо забыть. вообще это у нас как бы минимальный формат на уроках не рекомендуем до 30 на 40 не рекомендуем потому что на маленьком руке негде размахнуться и она не понимает что не так страдает мучается ну так конечно маленький призарчик накаляржить можно цветочек можно накаляржить например если цветы то когда вы пишете цветы старайтесь чтобы цветы были в натуральную величину натуральную величину удобно воспринимаем натуральную величину портрет натуральную величину даже обнаженная фигура удобнее писать натуральную величину потому что мы так воспринимаем как-то компактно ее сложить для толстов либо уже вот такая валеринка была здесь ну да она уже принципиально меньше кратное число уменьшения там уже другая история если нам не все же заваливать красными толстами ну скажем цветочки портретики портретики лучше делать стремящиеся к натуральной величине академическая формула это две трети от натуральной величины но до двух третей надо еще сознание надавить на это сознание чтобы оно согласилось уменьшить до двух третей хотя академическая музейная формула это две трети вот ну сейчас даже и преувеличенно делают вы знаете даже портреты вот такого размера делают все это оправданно все это звучит опять же живописи есть понятие звучит не звучит вот мы иногда смотрим красиво а может иначе звучит не звучит если то что ты положила звучит вот только что мне показали пейзаж этого фильма сделал в Париже ну шикарная вещь у нее язык другой то есть просто люди рассуждают а чё криво да это не криво это наивно это это элемент наивной живописи хотя она она очень гармонична она вся гармонична просто там есть вот этот намек на наивную живопись что конечно делает ее уже с языком живописи то есть опять же выбор языка живописи есть такое понятие язык живописи есть академическая формула и академический язык это что вижу то изображают но только используя художественные приемы а есть разные языки живописи скажем импрессионизм это не только стиль манера но это еще и язык живописи среди импрессионистов есть немножко такой то есть лучше понятие языка живописи чем в стиле потому что в стиле путаются сами искусствоведы путаются а язык живописи понятно вот в этом языке живописи ага похож на язык живописи допустим такого или в данном случае похож пахнет немножко наивной живописи уклонной но это главное не звучит смотришь на него оно звучит а то что просто людям не понравилось неточно таким и не понравилось непрописанность окон да ему много чего не понравилось но то что это живопись внятная живопись человек с уже развитым вкусом конечно сразу это хорошо вот мы сейчас две точки попробуем вот уроки рисования хорошее дело очень хорошее тем более что уроки рисования они были все-таки отдельные от живописи и хочется тренировать руку и глаз и в умном направлении конечно замечательно обязательно онлайн да почему рисование и в том числе обязательно онлайн ну я не знаю сможешь ли еще в онлайн скажите а парфейты рисовать обязательно набить карандашом рисование или можно сразу масло это живопись это рисунок цветов может быть без рисунка обойтись потому что здесь тоже инструмент рисования мастихин тоже палец рисунок не только цвет без рисунка можно но рисунок так мы тратим хол так мы должны сделать рисунок мы можем часто и порисовать и не принципе уже хорошо чуть-чуть потренировать несете кубы не рисуйте драпировки не рисуйте рисуйте сложные вещи в каток ну допустим если хотите нарисовать драпировки нарисуйте скажем подробный пакет где будут задрапированы ткани на на фигуре чтобы он не было сложным потому что нет у вас времени рисовать драпировку нету вас времени рисовать шар бесконечный для шара голова я нет очень плохо кисти как ну как и с красками ну скажем вы пришли в салон вы пришли в салон купить краску и вот допустим голубая фица есть там марс-коричневый есть а желтый как не желтый светлый нет поэтому конечно лучше иметь дома запас и когда вы не нас не наткнулись у нас здесь скоро будет галерея в том числе и вы всегда сможете купить у нас их и этот перечень вот этот скупой перечень также галереи салоны для художника продается все в том числе для всякого мастера а у нас будет только для живописи мы же не будем говорить что тут будет работать для всех людей с улицей это будут полноценный художник почему потому что у нас картины полноценные кисти значит с кистями кистей тоже как и всего производителей много а хороших кистей много некоторые говорят вот хорошо колонок очень хорошо особенно если ты знаешь что и не ну конечно кому прекрасен и для парили но ковно выйдет из строя стоит он безумных денег а есть синтетика которая заменяет сейчас и колонок и и щетины и прочее есть синтетика очень тоненькая и такие приятные для женских вот этих она очень приятно и кажется что вот эту еще куплю будет очень приятно описаться нет значит нечто среднее между колонком и щетиной вот такой ворс и вы можете конечно в конце и после ручка ощупать это длина ворса очень важна вот у этих кистей хорошая длина ворса и у коротеньких длинный ворс и широких они продаются иногда приходим покупаем если увидим очень хороший ну колос поломил профессионалы знают что они хорошие покупают и не профессионал потом когда приходит в этот салон и мы достаются кисти для клея это каких-нибудь китайцев может быть даже голландцев в Голландии делают на всякий случай маркировка красивая штучка красивая но это особенно ужасно когда новичку дарят кисти кто-нибудь из доброжелателей потому что конечно покупают подешевле вот и покупают по виду очень красиво писать ими совершенно невозможно а как правило если новичок приносит мне свой набор домашний две трети сразу можно выбросить остальные пока не пригодятся вот поэтому рекомендую кисти этой марки можно будет покупать это у нас у нас будут ну и сейчас есть немножко вот и аля аля тоненькая кругленькая к сожалению с этим вообще завалится вот если когда-нибудь встретите вот вернисаж там слово вернисаж кругленькая первый второй третий номер это ваша кисти если встретите покупайте 100 штук потом нам уже испекунете очень хорошие кисти а эти встречаются в магазине я буду кушать Вот это двенадцатая большая. Вот эти вкруглики, конечно, несколько обязательно иметь. К сожалению, продаются такие плохие, а это вот хорошее. Ну вот если Бог даст вам когда-то купить, купите много. Она вам будет всю жизнь пригождаться. Ну, кольцовщик, говорю, спекунете нам, мы уже перепродадим вам, и все будет хорошо. А здесь же там какие-то ровные, косое направление. Да, да. Очень хорошо, когда есть какие-то варианты. Хорошо, что все это и есть. Что это все встречается, что мастихины разных. Ну, действительно, для разных задач можно разные мастихины использовать. Тот мастихин, которым я увлекся, ну, я не случайно, что он увлекся, он просто очень право. Он все, что хочет, вытворяет. Вот те другие не все могут, только какие-то узкие задачи, а этот на все случаи. Вот, но, к сожалению, мы их стали выкупать из этого. Ну, и номер всяких. Он тоже номерный, там, кого-то есть. Да, 61-й. Италия, Роза. Можете не писать. Ну, мы их отлавливаем, но нет. Есть еще длинный мастихин. А есть для крупных задач, вот более такой длинный. Вот этот я номер уже не вижу, потому что вы видите. Но это тоже для крупных задач, вот для пановолки, в нашем случае его закидать, закидать, закидать. Это классно. То есть уже стоит. Ну, просто большой. Безосторонний. Вот такой каплеридный, да? Каплеридный. Ну, это и не знаю. Ну, это и не знаю. Да. Кстати, ну, например, если вы что-то писали-писали, как-чего-то писали-писали, и в итоге получилось так себе сегодня. Ну, не пошло. Ну, не пошло и не пошло. Холст убивать не стоит. Стоит его затереть. И будет, так называемая, имприматура. Так нам бы пришлось избавляться от белого, прежде чем начать работу. А так у нас белого уже нет. И мы, когда он высох, ну, допустим, мы в конце работы, ну, не пошло. Вытерли. И когда оно все высохло, мы снова приступили на нем. Но у нас уже есть темная подкладка. Потому что мы в живописи маслом идем от темного к светлому. Вот это можно записать. Если в акварели мы идем от этого к темному, то здесь от темного к светлому. Сначала мы чуть темнее. Чуть темнее. Так, и вот эти вот у нас цветочки. Игорь, можно, по-моему, еще относительно масло, лака и масла? Да. Значит, в качестве тройника, вот я говорю, что продаются готовые тройники уже за место. Там масло, если какие-то. А есть, как бы, классические тройники, это масло, вовремя, разбавитель, масло и лак. Лак, допустим, домашний. То есть, не для покровных работ, а для живописных работ. Причем, часть, которую составляет разбавитель в этом, может быть разная. То есть, можно один-один, а можно два разбавителя, две части. Одну часть масла и одну часть лака. А можно еще жиже, то есть, еще больше разбавителя. Второй сеанс, или третий сеанс, когда мы выписываем что-либо, красочка немножко пожухла на холсте. Особенно второй слой, когда мы по сухому начали что-то выписывать, что-то писать по сухому. Краска пожухла. Пожухла, она перестала блестеть, перестала быть нарядной. И мы, прежде чем приступить к работе, если эта работа высохла, просто протерли этим тройником работу и тряпочкой собрали лишнюю влагу с холста. Работа снова стала свеженькая, мокренькая, но не течет по ней, потому что мы тряпочкой собрали то, что течет. Она просто стала мокренькая, и масло с лаком дали глянцевость, блестящесть, мокренькость. Разбавитель удалился, плюс он дал связку разбавителю. Он немножко растворил верхний слой нижнего слоя, и который мы кладем сверху, он уже немножко схватывает предыдущий слой. Ну это как бы второй, третий, четвертый, все. Чем он научится? Чистем он. Чистем просто. Натер, натер. Ну так, наштриховала. Можно еще вопросы? Когда уже картины высохнуты? Каким-то марским лаком покрываем? Нет, там есть акрилстеровый покровной, какие-то пшикалки придумывали, можно пшикалки снять. Чистем, зачем? Равномерный блеск, равномерная... Да, вот краска высыпает на такую... Иногда даже можно лаком притопить немножко фактуру. Вот скажем, мы лицо писали, 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 и слишком много фактур возникло. И мы более густым слоем лака чуть-чуть притопили фактуру. Ну как вот глянцевые вот эти вот поверхности столов, да? Они же совсем ровненькие. Ну, не до такой степени, конечно, за ним. Ну, немножко притопили фактуру. И она уже более человечная. А когда покрывать лаком? Когда же полностью все выросло? Да, обычно. Классика жанра это через полгода. Это в древности так. В наше время можно это, конечно, и через месяц. Вот. Может, ты еще не пошли? Да. Ты еще не пошли? А если не на кровать? Да, в первую, они не пойдут, а в вторую, это как раз. Скажите, пожалуйста, а вот некоторые задают вопрос, а зачем делать подкладку на весь холст? Среду обитания. Среду. Это всегда надо делать, да? Вот мы всегда выкрашиваем или белые все, или вот... Лучше, лучше. Особенно для письма, для письма легкого, такого а-ля фрима. Для этого письма, конечно, нам нужно закидать чехол с краской, чтобы в ней, в ней, в ней, в ней. Потому что мы же на фактурах больше играем, на жестах, на каких-то... И может быть, неоднокомных, да? Ну, да, да, понятно. А белым мы иногда накидывали, чтобы... Вот если у нас что-то, мы предполагаем сделать, что-то разбеленное, чтобы этот белый уже навязывался, навязывался, чтобы у нас не было активных пятен вот такого рода, да, чтобы все немножко топилось в белилах. Ну, такой просто ход. Слушай, если олифа и льняное масло, это не тоже, в принципе, или какая-то разница происходит? Ну, олифа, по-моему, для иконных работ. Я, честно говоря, олифа и льняное масло, куда пользуются. А льняное масло? Нет, льняное масло. А льняное масло можно даже просто на нем писать. И ты же помнишь, мы иногда там второй слой, немножко в маслице, чтобы краска во втором слое не жухла сразу и не втаптывалась. Она слишком быстро как бы схватывается, ссыхается, хотя она не высохла, но она ссыхается, она сдала вещество мокрости в свой первый слой, и мы уже слишком вязко работаем. А так мы с маслицем. Маслице не дает впитаться, как ни странно. Так на поверхности и обживается. И мы там на маслице это набираем, и оно деликатенько-деликатенько, тоненькими слоями, не успевает схватиться, и мы можем целые сутки тогда опять же баловаться. Но это, по-моему, лучше пакеты, да? Более тонкие. Ну да, где нужен тонкий слой, тонкий рисунок. Ну, допустим, у нас здесь какое-то глуховатое темное пятно на заднике. И мы... Есть такое понятие ритмов в живописи, то есть, когда все направлено, допустим, в одном направлении, или несколько направлений в картине. Скажем, небо вот по такой траектории набрано, а растительность по вот такой. Вот эти вот листики и прочее. То есть, это ритмы. То есть, так же, как живут, как в паризе, и в музыке, это все интересно, так и уже. Поэтому ритмы, если возможно, тоже используем. То есть, если мы рисуем листья, вот имперсионисты это придумали, и все-все-все мелким мазочком в этом направлении деревца взбалтывают, 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 появляется эффект ритма. Да? Это же ритм? То есть, они все немножко направлены в этом направлении. А если бы мы их разных направлений, причем внимательно бы следили, ага, эти листики сюда, эти сюда. Нет, и так тоже, как вариант. Ну, просто это немножко более сложно, пропадает идея ритма. А это красиво, когда есть ритм. Опять же, трава по направлению такому. Вы видите, я уже автоматически, у меня кисть лежит на холстке, да? То есть, хорошая привычка. И вы тоже будете осваивать эту привычечку. Ну, то есть, понятие ритм. В данном случае, фоновое пятно задаст на эти ритмы. Какие-то цветовые нюансы. Есть такое понятие грязца. Есть грязь, а есть грязца. Я думаю, что если вы будете пользоваться именно вот этими красками, то пока вопрос грязи не возникнет. А грязца, она уместна. Она хорошо оттеняет красивый, ну, нарядный цвет. То есть, если мы на грязцу кладем какой-то цвет чистый, он красиво звучит. И вот, допустим, пановое весно в этой картине мы наберем по вот косой туда. Где-то такой мятой косой. То есть, немножко организовали пространство. Когда мы это, допустим, сделали на всем. Вот у нас, допустим, цветочечки. Центральный цветочечек. Опять же, тот же прикольчик. Мы достали сухой холл, чтобы положить небольшое количество краски. Над ним еще один цветок. Там еще один цветок. Здесь красный цветок, розовый. Ну, видите, я взял по вертикали, для того, чтобы не сильно кланяться к нему. И вот, например, что важно в таких вот вещах. Внятная теневая, внятная световая. Обратите внимание, светлый в тени не равен светлому на свету. Очень важные моменты. То есть, когда речь идет о свет и тени, то очень важно, что все, что в тени, в рамках теневой. Все, что на свету, в рамках световой. Тогда форма шара прозвучит. Тогда это будет естественно в пространстве и прочее. И вот мы, допустим, пальцем. Почему пальцем? Очень удобный инструмент для решения такого рода задачи. мера краски соблюдается хорошо пальцем. Так, и теневую. Она там немножко серенит. Немножко серенит. В центре там рыжести, допустим. Немножко розовости, рыжести. Теперь начинаем усиливать световое. То есть, как бы, мы сначала положили теневую. Помните, мы идем от темного в светлый. Палец прямо заточен. Палец прямо заточен.